Не пройти, не проехать. Наверное, так можно описать участок улицы Куйбышева, недалеко от КСМ. Вечная ежегодная раскопка и замена труб. Водители, вынужденные нарушать правила дорожного движения. И пешеходы, ищущие безопасный путь для своих маневров. Долгое время Водный Союз проводит работы на улице Куйбышева в Кургане. Меняют канализационную трубу. В связи с этим движение автотранспорта ограничено. Предупреждающие знаки установлены. Но горе водители почему-то нарушают правила дорожного движения. Мало того, подвергают опасности окружающих. Едут по своим важным делам, постоянно сигнали пешеходам. Требуют уступить им дорогу. Постоянно, постоянно. Особенно, когда слякоть, дождь, выбираешь дорогу, летешься кое-как. Очень опасно. Каждый день, прям по ногам, идешь из-за тобой, машина едет, и не знаешь, куда деваться. Вообще страшно ходить, ужасно. И когда это кончество, вообще-то длится уже сколько времени, я не знаю. Они вообще не сигналят. Дело в том, что они просто проезжают в нагло, бывает на большой скорости. Как бы вот так. Часто? Часто, постоянно. И да, если здесь гаишники не стоят, то постоянно на этой стороне проезжают, а на той стороне обочины. Штрафы выписываются постоянно. За два с половиной месяца здесь выявлено 40 нарушений ПДД. Правда, наряды дежурят время от времени, и их административных протоколов могло бы быть в разы больше. Однако некоторых водителей вообще ничего не смущает. Даже присутствие самих полицейских. Этому стали свидетелями и мы. Один из них на глазах у инспекторов уверенно поехал по тротуару. Не волновала его и молодая мамочка с ребенком в коляске. Спустя время экипаж ТПС удалился, и на Куйбышева снова начался беспорядок. Постоянно утром, вечером, днем, в обед. То есть ситуация такова на сегодняшний день. Есть тротуар, по которому ездят машины, транспорт наш. И будучи идя с детьми, причем не с одним, а с несколькими, да, пибикой. То есть отойдите, пожалуйста, вот, типа машут рукой. Вот, нужно принимать меры. Да ладно бы они еще это, просто бы сигналили. Они же еще и посылают подальше. Да, то есть мат. Льется мат из уст водителей нахалов, скажем так. А то еще и ездят. И инкассация ездит, и сами милиция, полиция сами ездит. Да, было такое. То есть все ездят и все сигналят, что мы здесь в наглую ходим. Нарушения со стороны полицейских подтверждаются в видео. Его к нам в информагентство прислали курганцы. Видно, что автомобиль дорожно-патрульной службы, аналогично водителям, которых они штрафуют, также заезжает на тротуар, убирает преграду и услужливо пропускает за собой гражданский автомобиль. За разъяснениями мы отправились в ГИБДД. Ситуацию в данной мы разбирались. Значит, наряд ДПС, неослужба у нас как раз за данным участком уличной дорожной сети, осуществлял доставку лиц, подозреваемых в совершении преступления. В следствии чего они были вынуждены отступить от правил дорожного движения, включили соответствующую СГУ и проехали данный участок. Там проводятся у нас сейчас ремонтные работы на проезжей части. Данная ситуация нам известна, потому что там у нас зачастую происходит нарушение правил дорожного движения. По словам госавтоинспекторов, ремонтные работы на данном участке должны завершиться в ближайшее время. Проезжая часть будет восстановлена и движение транспортных средств возобновится. Павел Баев, Владислав Базалев, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру